Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Call of Duty, рвать жопки механические всяким дроидам. С вами Алексей, Crazy Life. Ну что, поехали! Так. На земле, говоришь? Ну давай попробуем. Штаб-сержант Тамар. Погиб на вести 3, сэр. Печально. Хороший человек и десантник. Я не смог его спасти. Не вини себя, сынок. Мы не можем позволить себе терзаться бесплодными сожалениями. Мне доложили, что страдком одобрил вашу операцию в Женеве. По вашей просьбе, пленный будет доставлен в Женевский штаб ЮНСА. Медики извлекут транспондер из брюшной полости, после чего устройство будет сожжено. Я сама поведу ворон до штаба ЮНСА. Там будет операционная база. Согласно плану, флот СДФ, включая крейсер Олимп, получит сигнал к наступлению. Войдет в воздушное пространство и попадет под огонь орудий АТИС. Отлично, капитан. Конец связи. Да черт возьми, сколько мы всякой шняги не переживали с вами. И, соответственно, почти смерть в космосе, и на этой огненной планете. И сейчас мы наконец-таки вернемся на землю. Погнали. Короче, нас все равно предупредили, сейчас мы будем высаживаться на землю, но мы попадем под залпы орудий АТИС. Но вроде как этот главнокомандующий сказал, а, все нормально, ничего страшного. Это будет стратегически гениальный ход. Или? Или тотальный провал, че? Сказал же, мы вернемся домой. Не уверена, что я этого хотела. А чего ты хотела? Чего хотела твое тело? Здорово. Как дела? Порядок. Возмездие в строю. Спасибо вам. Спасибо тебе, че я могу сказать. Капитан, лейтенант. Гриф. Значит, вы направляетесь на поверхность матушки земли. Самая желанная награда, Гриф. Среди обломков полно огромных мест для засад. Эти АТИ с ищейками помогут их обнаружить. С засады, говоришь? Слушайте, может и оставим снайперку? Давайте только посмотрим, что там по модулям. Тепловизор обязательно. Здесь. При использовании прицела. Восстановление боезапаса обязательно. Здесь. Уменьшает дальность. Раскачка прицела. Давайте вот это оставим. Здесь, как и всегда, тяжелая наша пушка. Пушка-хлопушка. Дробовики. Нахер он мне нужен? Во! Модулей? Модулей нет. Тактические боевые. Ну, в принципе, поехали. Спасибо, Гриф. Правда. Давненько я не ходил со снайперским оружием. Рихну стариной. Но чем она хорошо, то что она ваншотает даже при попадании в корпус. То есть не обязательно в голову стрелять. Пленный и не знает, что его ждет. Ему сохранят жизнь? Женевская конвенция. Статья 3. А жаль. Срежем! Ну, как сказать, Женевская конвенция. Он может просто не доехать, типа оказал сопротивлением. Сделала стигра. Надо было мне высадиться с вами. Я понимаю вас, босс. По всей видимости, сейчас опять мы будем, короче, входить в атмосферу. Будет какой-то космический бой. Здорово. Мне уже парнишка Windows стал почти как родной. Вроде сбоев не дает синих экранов тоже. Выведи его сигнал к нам на экраны. Посмотрим, что там внизу. Ясно. Ведешь наблюдение, Сол? Словно ясно. Капитан РС. Майор. Этот урод создает проблемы, сэр. Чем скорее мы его вырубим, тем лучше. Эхо в пяти минутах от здания ЮНСА. Город эвакуировали, так что движемся мы быстро. Встреча с вами, адмиралом, в медицинском зале. Время прибытия? Три минуты. Я справлюсь за две. Принято. Отбой. Есть отстыковка. Минута до атмосферы. Ворон в земле. Скар-1-2. Разрешите входить в атмосферу. Нихера себе здесь. Как после ядерной войны. Добро пожаловать домой. Внимание всем! Нападение на транспорт Эхо. Мы под плотным огнем. Вот наш конвой, Рейес. Есть. Давай туда. Ванилар. Вижу колонну. Подбрось нас к ней. ПА! Держись! Главный, это 1-1. Конвой уничтожен. Повторяю, Эхо уничтожен. Маршрут под ударом. Вас понял, 1-1. Приоритет поиски цели. Мы должны вернуть транспондер. Понял. Начинаем погоню. Высади нас здесь, Сол. Принято. Дом, милый дом. Ну что, ребята, погнали. Как приятно все-таки вернуться. Эхо, это 1-1. Как слышно меня? Внимание, капитан! Не ссы. Погнали. Майор, медики на подходе. Где заключенный? Они его забрали. Они там, сзади. Идите, сэр. Я займу оборону. Чума, нужно заглушить связь в этом секторе, чтобы отсечь цель. Пленник опознан. Не нравится мне это, Рейдер. Солт, если он доберется до терминала и уничтожит транспондер, нам крышка. Вообще, в принципе, удивительно, что они оставили его в живых. Я-то думал, что они его щелкнут. О, снайперка-то вообще подводит. Потому что нам вроде как в космосе давали снайперку, она ваншотала. Ну, хотя бы с двух патронов. И на том спасибо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, не бузи. Вот скотина где-то прячется. Ладно, погнали. Во-во-во, ни хера себе. Парниш, ты чего там? Блин, да что ж такое-то? Не, ребят, в принципе, автоматическая винтовка с двух патронов валит. Так что, в принципе, относительно я доволен. Мне бы понять вообще, откуда они стреляют. А-а-а, матрён, матрён. Всё? Чисто? Хорошо. Так-то неплохо. Они аж прям эту херобору пробивали насквозь. Тихо, тихо. Вообще, в принципе, немножко непривычно то, что я здесь один хожу. Обычно мы всегда с каким-нибудь отрядом в целом. Я тебе дам, блин. Так, сейчас, ребят, немножко отсинимся. Всё? Отлично. Да, немножко непривычно. Вроде как я зачастую хаю там напарников, которые со мной ходят. Потому что они, вроде как, не стреляют, ничего. Хотя раз на раз не приходится. Но всё равно, короче, с ними полегче, потому что здесь одному ходить очень опасно. Стараюсь это делать максимально аккуратно. Как обычно, нам не показывают, куда нужно идти. И поразбирайся сам. Что бы это ни было, ничего хорошего. Ну ни хрена тут целей-то на самом деле. Промазал. Ха-ха, гранаткой. Воу-воу, там ещё свои снайперы есть. Лишний раз убеждаюсь постоянно, что то, что я беру тепловизор, это сто раз оправданное средство. Потому что зачастую ни хера их не видно, они где-нибудь прячутся. А от тепловизора, блин, не спрячешься. Хе-хе, парниш, ты чего? Одумайся. Так, нам, короче, надо, получается, по низу, что ли, пройти. О! У нас просто какой-то спайдермен, блин, на такую высокую дистанцию запрыгнул. Здесь, в принципе, наверное, ничего хорошего для меня нет. А, так это обычный арсенал. О, ни хера себе. Какая-то новая снайперская винтовка, что ли? Не. А это что такое? Дробовик. Еще новое оружие. Слушайте, это получается этот энергетический пулемет. Поставить его, что ли? Не, лучше, наверное, я возьму снайперку, потому что у нас есть тепловизор очень хороший. А это что такое? Тоже новое оружие. Понятно. Так, ну, в любом случае, мы это оружие открыли, так что можно будет потом его использовать. Пока что я оставлю свою снайперку только из-за тепловизора. Чисто. Ну, по всей видимости, нам сюда нужно. Я на месте! Почти, сэр! Бам! Еще патроны, что ли, закончились? Да ладно. Хорошо. Вернемся назад. Коль такая петрушка пошла. Ну, что, ребят, все-таки какую пушку возьмем? Так, это что у нас? Ну, ни хрена себе. Вот эта пушка точно ваншотает. Правда, патронов не так много. Нет, давайте лучше возьмем какой-нибудь пулемет, потому что... Это дробовик. Ага, это опять снайперская винтовка. Нужно взять в любом случае какой-нибудь пулемет или хотя бы автомат. Потому что в замкнутых пространствах со снайперкой особо не повоюешь. То есть тебя могут там сорок раз размотать, пока ты там прицеливаешься, стреляешься. Ну, в принципе, неплохо. Держи. И еще одну держи. Ха-ха! Бам! Неплохо у них пригорает. Ну, правда, то, что я лишился тепловизора, это, конечно, печалька. Погодите, погодите, парни. Сейчас я к вам приду. Держи. Как-то опасно здесь, по-моему, он не привык, я один ходить. Плюс еще здесь такие открытые пространства. С любой стороны могут прибежать. Так или иначе, нужно занимать какую-нибудь хорошую позицию для того, чтобы отстреливаться. Потому что просто так ходить, бродить, я не вижу в этом смысла. Вот опять же таки, сзади могут пройти, пока ты отстреливаешься. Тихо, 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 не бузи. Проверим. Хе-хе-хе! До свидос. Нехер прятаться. Так, чисто. Во-во-во, парень. Тут еще что опасно, то, что они могут тебя просто прописать с руки. А у них урон такой немаленький достаточно. Один тебе прописал, другой в тебя стрельнул. И давай, до свидания. Так, чего у тебя там по патронам? Походим с этой пушкой какое-то время. Гульчатай, открой личико, покажись. Серьезно, что ли? Видишь? Уже не видишь. Тебе показалось, чувак. Это обман зрения. Тихо. Тихо, 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 не бузи. Когда слышу реактивные двигатели, сразу начинаю головой крутить. Кто где? Давай, бросай. Я тоже брошу. Держи. Только не граната немножко. Ну да ладно, тебе хватит. Давайте, ребята, вот сюда кинем. Они как раз ко мне пошли. Нет? Ты сюда хочешь? Окей. Держи еще. И еще одну. Так, ну по всей видимости чисто, раз ищейка никого не нашла. Тихо. А здесь уже противник. Держи. Кто там так светит-то? Слушайте, если бы ищейки были оборудованы, я не знаю, какими-нибудь фугасными минами, было бы вообще классно. То есть в толпу она такая прибегает из всех. Хер-жек. Не, надо отходить. Определенно надо отходить. Что это такое? Бойзапас пополнить? О, здорово. Я пока что тяжелую пушку не использую Потому что может в любой момент пригодится Но ни хера они там наваливают А там кстати где-то снайпер есть Это что за херня? Иди на хер от меня Тихо, тихо Так, ну снизу вроде чисто Вот скоты лишили меня снайперки С такой пушкой тут много не настреляешь Блин, и боезапаса нету По-хорошему надо туда продвигаться Но я немножко очкую, потому что их там В принципе немало Плюс они еще могут за укрытиями И часть спрятаться Я их отсюда просто не вижу Так, ну патронов у нас много Так что если что Откуда они стреляют я понять не могу Так, вижу одного Вроде чисто А кто кричал тогда? Тот сверху что ли? Ясно Тихо, 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 тихо Отходим Ага, еще один сверху Мне бы сохраняшку Во Спасибо Давай, давай, бросай Ага, я сюда пробегу Вот отсюда неплохо отстреливаться Но правда они могут гранатами забросать Или с тыла зайти Граната Во, 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 во Отходим, отходим, отходим Ха-ха, хорош Вот о чем я говорил Они в принципе могут сюда и не заходить Просто гранатами забрасывать Да и все Так Погоди, погоди Не бузи Сейчас я до вас доберусь Их я так понимаю Осталось не так уж там много Иди сюда Прячется скотина Сейчас я до него доберусь Хм, странно Короче, все разбежались кто куда Ни одно только непонятно Почему я здесь один воюзов Дали бы какого-нибудь напарника Хотя бы парнишку Виндос Воу-воу-воу-воу-воу Сейчас бомбанет Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Не надо никаких гранат Ты что Туда-сюда наяривают Туда-сюда Да достали меня со своими гранатами На самом деле У меня-то гранаты уже закончились Надо было их экономней расходовать По всей видимости Движемся к какой-то церкви Как раз таки Чтобы отпустить уже свои грехи Блин И спокойно помереть Вроде чистая Ага Слушайте, отличная пушка Вообще классная Правда, очень быстро боезапас расходуется Хм И куда это мне Ну нам в любом случае сюда Может повыше подняться Тут и есть какой-то проход Вот сверху Давай-давай Да залазь ты Ты чего, чувак Воу-оу-оу Сразу вспоминается Ассасин Крит Сейчас так беспалево По зданию походим Ага, конечно Сверху постреляем Не без этого Вот туда бы Хорошо им гранату запулить Но, к сожалению, нету Погоди Погоди, парниш Не бузи Не, ну в замкнутых помещениях Сражаться, конечно, классно Особо они здесь не спрячутся Если что Можно использовать тяжелую пушку Которая выбивает их нахер Че с тобой, парниш Решил перед смертью Еще брэкданс танцевать О, нихера себе Штурмовой дробовик Ну, в принципе В таких помещениях Как раз таки, я думаю Самое оно его использовать Ты что, такой умный, да? Гранату мне туда кинул Он скорее не умный Он скорее наивный Слушайте, дробовик В таких помещениях Вообще класс, конечно Правда, я не знаю Насколько мне Боезапаса этого хватит Сукин Нихера себе Ты правильно сказал, сукин Воу-воу-воу-воу Ищейка Отходим, отходим До свидос Ладно, ребят Давайте на этом Завершим эпизод Продолжим прохождение игры В следующих эпизодах Ссылка с прохождением игры В описании под видео Подписывайтесь на канал Ставьте большой пальчик вверх Вступайте в группу ВКонтакт Всем хорошего Позитива Удачи И пока-пока Трои, все целы? Да Пробираемся к мостику Пока не оклемались 1-1 На месте Полетели Значит так Фронт не в курсе Что Олимп наш Мы идем на Марс Итан Проложить курс На орбитальную верфь СДФ Обратим их же корабль Против них самих Всю огневую мощь Фронт уничтожил Наш флот